Ефим Ноткин Мне кажется довольно смешная, я все-таки ее расскажу и очень надеюсь, что телезрители, а главное Барри Алибасов, простят меня за некоторые вольности, которые присутствуют в рассказе. Эту историю мне рассказал мой приятель, врач-ортопед, сейчас он на пенсии, а до того, как вышел на пенсию, он работал в одной из израильских больниц. Естественно, много дежурил, и вот представьте себе дежурство, вечер, он уже очень устал и гипсует чью-то переломанную ногу, и тут приходит сестра, приносит еще одну историю болезни и говорит, что из арабской деревни привезли пациента по фамилии Насрала, и у него болит спина, и что после ноги она просит доктора посмотреть этого человека. Ну, он продолжал гипсовать ногу, это заняло еще какое-то время, а за это время в приемный покой пришла русскоговорящая женщина, Аля Хадаша, которая мучилась от запора, и она пришла в больницу в надежде, что ей там помогут, а Насрала, наоборот, став ждать, вышел на улицу покурить и попить кофе. Ну, мой приятель закончил с ногой, взял историю болезни, вышел в приемный покой, и не увидев никого, кроме этой женщины, подумал, может быть, это у нее такая фамилия, подошел к ней, и по-доброму, и проникновенно, как умеют только врачи, спросил, Насрала? Женщина дернулась, покраснела, а потом выяснилось, что это был очень интеллигентный человек, когда-то филологических наук, и сказала, доктор, тихо, еще нет, но мне уже дали лекарства, и я чувствую, что скоро, очень скоро это случится, но я прошу вас не говорите так громко. Это все-таки интимное дело. Мой приятель вернулся в комнату, почитал газету, посмотрел рентгеновские снимки, потом снова вышел в приемный покой, и опять увидев эту женщину, он уже несколько раздраженно спросил, Насрала? Женщина сказала, да, доктор, все в порядке сейчас, все в порядке, лекарство подействовало, уже очень вам признательно, что вы все время спрашиваете, очень вам благодарна, все в порядке. Но он уже был озлоблен, и он сказал, что вы мне морочите голову с вашим лекарством? Я спрашиваю, где Насрала? Женщина сказала, доктор, вы хотите знать, где Насрала? Да? Там, сказала женщина, показывая, в угол приемного покоя. Насрала там, спросила в порядке? Конечно, там, сказала женщина. А где же? Я думал, на улице, сказал он. На улице, ну, как-то не очень прилично. Подошла старшая сестра, выяснили, в чем дело. Мой приятель уже кричал, он кричал, что я пойду сам проверять, где Насрала. Пошел туда, куда указывала женщина, вернулся и сказал, как вам не стыдно, там пусто. В общем, это продолжалось еще довольно долго. И, конечно, из Гиршни рассказывает, что примерно в течение года, после того, как случилась эта история, персонал больницы, когда встречал моего приятеля в коридоре, подмигивал и спрашивал, Насрала? Только доктору можно безнаказанно рассказывать такую историю. Сегодня у нас действительно прекрасный доктор в гостях и рассказчик неплохой Ефим Ноткин. Спасибо.